Продолжение следует... Мне понравилось два места. Мы были на Манежной и у площади, и у библиотеки Ленина. Так вот, сожаление было только в одном, что этот фестиваль продолжался очень мало и начался в сентябре. Но так как погода у нас не южная, поэтому и растения были посажены и тут же выдернуты, было очень жаль. В этом году, по многочисленным, видимо, просьбам, этот фестиваль продлили. И поэтому он начался в июне, когда только эти сады начали закладываться, а закончится на день города, 8 сентября. Я думаю, что если погода будет благоприятная, и дальше все это продолжится. Так вот, мы с вами потихонечку начинаем объезд, обход таких маленьких городских садов и начнем с номинации номер 1. Дело в том, что все конкурсанты прошли отбор и всех конкурсантов разделили на несколько номинаций. Так вот, в номинации номер 1 значится Большой выставочный сад. Вот один из таких садов находится на Красно-Пресненской. Вы как раз его и видите перед собой. Может быть, от того, что станция называется Красно-Пресненская. Выбор растений определенного цвета с красной листвой. Сегодня мы идем смотреть эту композицию. А называется эта композиция «The Circle». Авторы ее итальянцы Лоренцо Бартолоци, Лука Каталоно и Клаудио Клементини. Давайте подойдем поближе и рассмотрим эту композицию, которую перевести очень просто. Круг, арена. Ну, действительно, садик круглой формы в виде арены, такой двойной арены. Первый круг арены – это такие места для сидения. Сегодня, правда, ночью шел дождь, и все скамейки покрыты вот такими маленькими каплями. Мы садиться не будем, но дело в том, что в этом пространстве круглом есть дорожки, и можно войти в этот круг, попасть внутрь этого удивительного волшебного сада. Вот мы остановились с вами перед одним из таких входов. Внутри располагаются клумбы по кругу, а на горизонте перед нами вот такие флаги, которые объявляют о том, что начался этот фестиваль «Цветочный джем». А мы с вами заходим вот в эту волшебную дверь, которая ведет нас в круг, и по кругу обойдем всю композицию. Обратим внимание еще раз на листву, потому что вся листва преимущественно багрово-красного цвета. Такие багровые платаны из деревьев, огромные, просто огромные. Такие же багровые клёны японские, с мелкими-мелкими листочками. Вообще для нас это дерево экзотическое, удивительное. Таким образом по кругу вот эти деревья и стоят. Видите? А между деревьями располагаются другие растения, преимущественно тоже такого же цвета. Вот известная всем крапивка. Узнаете ее? Просто в нашем детстве она была только одного цвета, фиолетовая, с разводами. А здесь она красная, с желтоватой каемочкой. Вот такие свежие, красивые листья у этой крапивки. Барбарис Тунберга, уже с ягодками. Он тоже вот такой багровый. И у него тоже вот такие ягодки уже. Эхиноцея пурпурная. Само слово пурпурная говорит о том, какого она цвета. Дождик таким цветам не помеха. И у нас дождь льет уже несколько дней в подряд. Да еще какой сильный. Никаких изменений в цветнике нет. Только в лучшую сторону. Это наперстянка. Ядовитое, кстати, растение. Будете с детьми, не подпускайте к этому растению детей. Вот такие наперстянки, очень яркие. И между ними такие белые вкрапления неизвестных мне цветов. Если вы знаете, подскажите, пожалуйста. Вот на таких тоненьких воздушных ниточках вот эти цветочки. Обратим внимание, что внутри пол услан такими геометрическими неправильными. Геометрическими неправильными кружочками. И когда мы двигаемся к центру, они уменьшаются. Мы дошли до центра. А теперь идем от центра. Они будут увеличиваться. Создается впечатление, что перед нами осколки зеркала разбитого. Наверное, когда светит солнце, здесь все блестит и сверкает, и переливается. Но сейчас другая погода. Вот остатки дождя утреннего и ночного на этом полу. Но, тем не менее, здорово. Сами клумбы располагаются не по прямому кругу внутри. А вот внутри есть такие как бы выступы. Все они разной конфигурации. Выступы разного размера. Видите? Поэтому однообразие не создается. А создается именно разнообразие. Вроде бы и цветы одинаковые, но за счет вот этой формы, которая не повторяется, возникает ощущение разнообразия. Яркими пятнами выступают зеленые листья растений. У наперстианки, например, у эхинацеи. И вот такая лимонная гейхера, которая обрамляет концы этих клумб, она необыкновенно все оттеняет. А все остальное по кругу, по кругу. Это темно-бордовый такой цвет. Как будто бы внезапно наступила осень. Композиция, с одной стороны, очень праздничная. С другой стороны, нет ни одного цвета, который бьет в глаза. Ни одного цвета. Просто вся эта гамма бордовая иногда расцвечивается салатными листьями гейхеры, а иногда белыми вкраплениями колокольчика. И вот неизвестных мне растений жду от вас подсказки. Очень удачно, что идут дожди. Растения и приживутся, и останутся свежими до сентября. И так запоминаем, как называется композиция за циркл. То есть окружность, круг, арена, кольцо. Назовите как хотите. Дождь, который шел ночью и утром прибавил шарма. Смотрите, какие красивые капли на листьях. Особенно у красного укроса. На листьях рубейки. Были в восторге в прошлом году с подругой. От этих городских садов. И действительно, как городские сады украшают наш город. На площади мы видим растяжки. Перед садом. В таких багровых тонах. На растяжках написано выставочный сад. И название этого фестиваля. Цветочный джем. А мы подойдем сейчас к табло, где указаны названия сада и какие-то комментарии. Итак, вот оно название. За циркл, как я вам сказала. И авторы Лоренцо Барталаци, Барталаци, Клаудио Клементини и Лука Каталана. Италия. Сад имеет форму правильного круга. Создает замкнутое пространство, заполненное растениями. Остров живой природы посреди большого города. Весь периметр сада занимает длинная круглая скамья для отдыха. Вы можете просто сидеть на скамье, вставаясь снаружи. Или войти внутрь, углубиться в этот чудесный сад. И оказаться среди высаженных в нем редких травянистых многолетников, шустарников и деревьев, выдержанных в эффектной классической бордовой гамме. Я предлагаю вначале не читать пояснения, но посмотреть название сада и послушать свои ассоциации. Это всегда интереснее, как загадка. Сад предстает такой загадкой, которую вы должны разгадать. С обратной стороны этого табло расписание, где что посмотреть. Вот здесь мы видим, что все конкурсанты разделились на номинации. Большой выставочный сад, средний выставочный сад, малый выставочный сад, студенческий конкурс проектов и номинация «Ландшафтный проект для социальных территорий». Здесь есть адреса и указано, где можно все это посмотреть. Мы с вами сегодня на номинации номер один «Большие выставочные сады» под номером 4 площадь около метро «Краснопресненская» и название этого сада. «Ландшафтный проект для социальных территорий» Увидела удивленные лица прохожих. Иногда они сюда заходят и вдруг, видя такую красоту, все улыбаются. Потому что, видимо, ничего, ведь здесь ничего подобного не было. И вдруг вот такая красота. Шаги смазляются, хочется остановиться. А время ранее, все бегут на работу. Но вот женщины не могут без красоты. Так приятно. Видите, читают, смотрят, интересуются. Поэтому люди, которые все это делали для нас, конечно, они делали не зря. Поэтому мы передаем им огромное спасибо за такую красоту и за заботу о нас. А мы с вами на этом нашу небольшую прогулку по городским садам заканчиваем, завершаем. Мы побывали сегодня с вами на первом из огромного списка садов, которые находятся на метро «Краснопресненская». Здесь на площади располагается сад в багровых тонах. Обязательно приходите, посидите на чудесных деревянных скамеечках, потому что вся форма этого небольшого садика – это круг. А круг, как известно, это гармония. Гармония того, что нас с вами окружает. Всем всего хорошего. Хорошего самочувствия, здоровья, благополучия. И гуляйте. Гуляйте на пенсии. Субтитры создавал DimaTorzok